Эфир, эфир, давайте подключайтесь, подключайтесь. На этот очередной эфир на Фейсбуке, прямая трансляция. Кстати, кто меня смотрит на Ютьюбе в записи, вы теряете драгоценные секунды, потому что то, что вы увидите на Фейсбуке, можно сразу же сделать, и это еще будет актуально. А на Ютьюбе будет некоторая задержка. Возможно, в принципе, и вообще не будет актуально. Ну, поехали. Сейчас буквально, вот очень скоро, очень скоро откроется IPO-шечка «Канады ГУС». Да-да-да, это те самые парки стоимостью от 900 долларов за штуку. Парк – это такая куртка, которую производят в Канаде, то есть топовая такая классненькая куртка, в которой ходят, в принципе, все мажоры в Москве. И, соответственно, разместилась она по 12.78, и сейчас индикация 18.50, 19.50. То есть вполне вероятно, что IPO-шечка, которая разместилась, грубо говоря, по 13, откроется по 20. Это рост больше, чем 50%. Невероятно. Как бы я не ожидал такого ажиотажа, на мой взгляд, это полный бред, фейк и так далее. Помимо того, что она размещается сейчас на Америке, она уже торгуется в Торонто. То есть эта акция торгуется и в Торонто, и в Америке, потому что она канадская. Так вот, тут, конечно, я промахнулся. Я не участвовал в Канаде, никому ее не рекомендовал. И, на мой взгляд, в мире, где глобальное потепление будущее, дорогие парки, которые рассчитаны на температуру минус 40, которые даже для Москвы кажутся бредом, ну почему-то так вот оцениваются рынком. Ну, рынок, наверное, хочет какой-нибудь венчурной инвестицией заниматься, то есть инвестирование в Канаду. Ну, в принципе, IPO все идут хорошо. Но вот я думаю, что Канаду и Гус, конечно, не будет интересны. Но у нас на подходе еще одно IPO-шка – это Mule. Mule, у нее увеличили price range. Это говорит о том, что у компании очень большой спрос. Огромное количество инвесторов хотят попасть в IPO Mule. Оно небольшое. Всего лишь 13 миллионов акций. И планируют они прилечь в районе 150 миллионов долларов. Это совсем мало. 150 миллионов долларов – это совсем ничего. Из общей оценки компаний в полтора миллиарда. То есть они размещают около 10% акций. Вначале они планировали размещать акции по 12-14, сейчас уже по 14-16. Соответственно, сегодня будет непосредственно размещение, торги будут завтра. Будет очень волатильно, очень. И на самом деле, может быть, если даже Канаду Гус так оценили, то по самым, не знаю, пессимистичным, реалистичным оценкам мы увидим гэп минимум 50%. Очень есть большая вероятность, что, соответственно, те, кто участвует в IPO по предварительной подписке, получат partial fill. Что это означает? Неполную заявку. То есть если вы отправили, не знаю, на 50 тысяч долларов, то, возможно, вы вплоть до половины только получите своих акций. Потому что переподписка очень большая. Соответственно, нюансы и подробности мы узнаем только сегодня, так что будем ждать. Но в целом все выглядит супер-супер-супер позитивно. Рынок вырос вчера на ставке, никакого обвала не было, рынок растет, переподписка есть, прайс-ренч увеличили, так что, соответственно, мули должно отработать лучше, чем Канада. Хотя я удивлен, что она, в принципе, даже Канады Гус так сходила. Теперь Tesla. Tesla буквально вчера сделала такой вулл хомран и сегодня опять торгуется в плюсе, буквально там больше 2% на новостях о том, что они делают доп. эмиссию акций. И вот мне посыпались сразу вопросы в соцсети, типа, Толя, объясни, почему доп. эмиссия акций, это по факту, когда компания увеличивает предложения на рынке, размывая капитал более мелких акционеров. Ну и по факту это продавец спрашивает, почему, почему акции растут. А все очень просто, потому что Tesla в любом случае должна была где-то брать деньги. То есть у него было несколько вариантов. Взять кредит, взять облигационный займ, соответственно, взять еще и акциями, продать акции и получить за это деньги. Денег нужно много. Естественно, модул Tesla 3 пока еще и не пахнет, она где-то там, близко. Компания очень сильно как бы развивается, растет. И поэтому где-то ей нужно брать деньги. Но где же брать деньги? По факту остаются два варианта. Это облигации либо продажа акций. Соответственно, компания сделала таким образом, что они продают очень мало акций, всего лишь на 250 миллионов, а все остальное в облигациях. То есть даже не в облигациях, а Convertible Notes. То есть это ценные бумаги, которые могут быть впоследствии конвертированы в акции. Также они дают 15%, как это умное слово, опцион, андерайтерам, чтобы купить эти акции в будущее. И плюс еще Илон Маск сам покупает на 25 миллионов долларов. То есть 10% выпуска акций он опять покупает. У него такое постоянно происходит. То есть он эту штуку проворачивал уже очень часто. Когда его акции начали расти с 30 долларов до 200, и он вышел и сказал, что мы будем делать доп. эмиссию, потому что это очень большой спрос. То есть инвесторы не любят, когда супер волатильная их акция. То есть это одинаково, знаете, плохо, когда она супер сильно растет, потому что она потом будет супер сильно падать вниз. Это экстра внимание со стороны прессы и других трейдеров, со стороны спекулянтов, которые будут разгонять цену. Это не очень хорошо. И поэтому, соответственно, все любят стабильненько плавный рост. Но сейчас мы не о стабильном плавном росте, а о привлечении денег, которые нужны для того, чтобы вовремя поставить всем новую модель Теслы. Ну или достраивать там гигафакторы. Так вот, на это нужны деньги. И он продает акции чуть-чуть, а другой берет со стороны с помощью конвертируемых облигаций. Это хорошо, это позитив. То есть, а, он нашел деньги, б, он нашел деньги, не эмиссируя и не продавая новые акции. Это очень хорошо. Тесла так или иначе будет постоянно занимать деньги все больше и больше и больше. Но где их взять? Где их взять? То есть инвесторы и так ожидают, что будут какие-то SPO, да, secondary private offering. Но если они происходят очень маленькие, то инвесторы радуются. Поэтому эта новость достаточно позитивна. А что там с Гербалайф? Гербалайф, не знаю, история продолжается. По-моему, сколько я вообще трейдаю, столько она и продолжается. Нет, трейдаю я даже еще больше. Первый раз, я не знаю, 2012 год, по-моему, Билл Акман начал войну с компанией Гербалайф, обвиняя в том, что это MLM, то, что они, это пирамида, то, что они делают людей несчастными, впаривая всякие бады. Ну, мы-то с вами понимаем, что, скорее всего, это так. Но в Америке это нужно еще доказать. Есть у таких крупных бизнесов огромные лоббисты, огромные, в смысле, огромные, влиятельные лоббисты, которые так или иначе защищают позиции компании. Но, так вот, когда Билл Акман все последнее время, вот когда вот он что-то делал, ему не везло. Да, ему не очень повезло там с Джесси Пейни. Самое, наверное, его большое невезение – это Valiant Pharmaceuticals, который упал на 98%. Если вы не смотрели, посмотрите обязательно выпуск про Citron Research. Про Citron Research на канале United Traders есть выпуск, где я очень подробно рассказываю об этой компании, об этом трейде Акмана. Так вот, Акман недавно закрыл свою позицию. А Herbalife – это как бы вторая боль Акмана. То есть она не падает. Он сидит там в шорт, и она не падает. Он уже дошарчивался, потом выходил полностью, потом конвертировал свою позицию в облигации. То есть пытается крутиться как можно для того, чтобы усидеть в этой позиции. На другой стороне там Карл Айкен, который говорит, что компания будет стоить дороже. То есть коса на камень нашла. Но, тем не менее, когда коса уже ржавая, говоря о Билле Акмане, то есть он потерял 2.8 миллиарда на VRX, он закрыл свою позицию, он стал слаб. Когда коса слабая, она ломается. Соответственно, все, что плохо для Билла Акмана, все хорошо для Herbalife. То есть и Herbalife, у него есть спокойно, апсайд 10-15%, мы это увидим. Плюс еще недавно совсем выходил фильм. Выходил фильм Акмана о практике Herbalife, который должен был разоблачить эту полностью компанию. Это настоящий художественно-документальный фильм. В кино показывали. В России вряд ли покажут, но вы можете найти его на просторах интернета. Так вот, компания никак не отреагировала на этот фильм, хотя на него было потрачено достаточно много денег. И что мы имеем в итоге? Herbalife акции растут. Они шикарно растут. Сейчас я просто сижу в лонг, в акции Herbalife и хочу посмотреть. Сейчас они показывают цены 55.48, у меня цена 54.33. Это я писал в своем твиттере. То есть я был удивлен максимально, что после того, как Билл Акман закрыл позицию по VRX, когда он испытал максимальную боль, люди сразу не начали покупать Herbalife. Потому что все, что плохо для Акмана, хорошо для Herbalife. Почему рынок это не сделал? Ну, вот он делает это потихонечку. Я ожидал увидеть просто гэп какой-то, а его не было. И это халявные деньги, которые сейчас раздают. Ну, пока это идет все в трендики, можно сказать, без больших объемов, но тем не менее это очень хороший трейд. На мой взгляд, к нему, в принципе, даже и сейчас можно присоединиться, но имейте в виду, что поезд уже тронулся. Что у нас там? И Transdime. Transdime – это компания, которая тоже была, кстати, в выпуске про Citron Research вместе с Вейлендом. Вы можете найти этот выпуск на канале United Traders. Умнее денег. Цитрон там апельсин нарисован, вернее, лимон нарисован. Вообще, это очень классный выпуск. Я очень удивлен, почему он не самый популярный. Но посмотрите его, чтобы быть в курсе о компании Transdime. Это Enron или Вейленд в аэрокосмической отрасли, которая делает детали всякие, продает там. В общем, эта компания имеет не очень хорошую бизнес-практику. Они как раз, вы можете посмотреть, видео у меня денег. И Citron Research вышел и сказал, что акция должна стоить 140 долларов. На данный момент акция компании… Сейчас, ну-ка, что там у нас? Что там, что там у нас? На данный момент акция компании стоит 240, то есть она может еще, в принципе, 100 долларов упасть. И вроде как все и должно было быть падать, но вышла новость о том, что несколько брокеров, в том числе один из топовых, Jeffries, поставили на Transdime Buy Rating с таргетом 300. Плюс директор купил 100 тысяч акций, то есть инсайдерская покупка. Ну, акции стоят 240 долларов, 100 тысяч, потратил большие деньги, в надежде на будущий рост. Плюс они еще объявили buyback на 600 миллионов. Buyback небольшой. Скажем, даже тот факт, что директор купил акции, это более как бы серьезный такой знак. Buyback я бы не стал вообще, в принципе, расценивать. Ну, так вот, что же у нас получается? Вроде как новостной фон позитивный. На Transdime немножко надавили, акции его полишевели. Сейчас брокеры говорят buy rating и так далее. Но на мой взгляд, это все защита. То есть защита от нападения Центрона Ресерча. В любом случае на Transdime постоянно, вот знаете, говно вентилятор бросается, который раскручивается, все больше и больше людей замечают, что же там такое происходит. А почему же компания с такой высокой как бы ебеда по отношению к затратам, как она вообще может существовать? Ну, опять же, я не буду, если вы не смотрели ролик про Центрона Ресерча, обязательно посмотрите. Вам сразу будет понятно, что за бизнес-практика у Transdime и почему эта акция должна упасть. И этот гэп, чему я все, этот гэп, который произошел сегодня на покупке директором акций и на покупке buyback и на апгрейдах, это должно все быть закрываться, так потихонечку закрываться. И на мой взгляд, как только акция показывает какую-то слабость, это хороший внутридневной трейд, который может превратиться в долгосрочную отличную шорт-инвестицию. Так что будьте в курсе. И всем желаю удачи, кто с нами в MuleSoft. Пока!